Гуляя по нашему прекрасному дендрарию, вы непременно дойдете до его выхода на 8 марта. Есть красивая чугунная ажурная решетка. Если вы поднимете глаза кверху, то непременно увидите роскошную синюю крышу, которая сливается прямо с небом. И на фасаде буквы Свердловская государственная детская филармония. Своим историческим фасадом она выходит на улицу 8 марта, которая раньше называлась Уктузская. Уктузская всегда была самой красивой и очень многолюдной улицей города. На этом месте, где сейчас стоит детская филармония, когда-то было маленькое деревянное здание, в котором жили мещане Савельевы. И вот Савельевы были очень известной фамилией городской, и один из ее представителей был даже мэром города. В 1910 году здание перешло к кредитному союзу, а в 1924 году, после того, как умер вождь мирового пролетариата, здесь состоялся митинг. Его участники решили, что теперь это будет дом крестьянина имени Владимира Ильича Ленина. И так он существовал очень долго. На Хлебную площадь, который раньше был Дендрарий, приезжали колхозники-крестьяне из всех окрестных сел, торговали здесь. А здесь они отдыхали в доме крестьянина, потому что здесь уже была библиотека, концертный зал, большой зал со сценической площадкой, кинотеатр, книжный киоск, уголок красноармейца. До войны в здании дома крестьянина располагалась и редакция газеты «Крестьянская правда», в которой несколько лет работал Павел Петрович Бажов. В 1990 году в это здание въехала Свердловская государственная детская филармония, и у здания началась совсем другая история, музыкальная история. Продолжение следует...